Вы извините за небольшую задержку. Дело в том, что в вашем городе Игоря немножко отравили, даже немножко очень отравили. Значит, поэтому мы его там таблетками всеми нагружали. И поэтому, вы не волнуйтесь, мы хоть поздно начнем, но закончим вовремя. Теперь встречайте. О, есть. Нормально? Конечно, ну давай, подай. Добрый вечер. Итак, мы представляем нашего сегодняшнего гостя. Это Игорь Тальков. Игорь, скажите, пожалуйста, ну, конкретно наш первый вопрос, как всегда, он дежурный. Как вам наша публика и нашего СССР? Публика замечательная. Я думал, что на севере более, так сказать, придавленный такой народ. Но ничего, так живая реакция меня порадовала вашей публике. Я с удовольствием работаю концертом в Иркуте. Я знаю, что вы пишете стихи с 14 лет. Это так. Расскажите, пожалуйста, немножко о своей работе. Ну, с 14 лет пишу стихи, да. Ну, первые стихи, они не были профессиональными. Профессиональные более-менее стали получаться где-то уже, ну, лет в 19-18. До 87-го года я не пел своих песен на свои тексты, потому что у меня просто возможности такой не было. Меня не выпускали на самый худсовет, потому что у меня не было звания, как они объясняли это все. Не было образования консерваторского и так дальше. В 87-м году я получил такую возможность, вот работаю в качестве автора-исполнителя. Вот уже шестой год. Скажите, мы знаем вас, вернее, узнали вас по песне «Чистые пруды», а потом вдруг резко такой поворот в сторону политики. Что это было? Поворота никакого не было. Просто мои политические песни, они были написаны задолго до исполнения «Чистых прудов». «Чистые пруды» песню я спел в ансамбле «Электроклуб», когда работал, в первом составе. Это песня Тухманова, я только аранжировку сделал на эту песню и кое-что переделал. Там мелодию переделал, придумал аккордеон, вот этот, который всем нравится. Я работал в «Электроклубе» с надеждой на то, что мне Тухманов поможет пробиться с моими собственными песнями. Но Тухманов мне не помог, и я ушел из «Электроклуба», а песня была уже записана на пластинку. И независимо от того, хотела я этого или нет, она стала популярной. И когда меня пригласили на песню «Года», это было в 87-м году, песня 87, меня это поразило, потому что я не слушаю радио и практически не смотрю телевизор, а мне сказали, что очень много писем приходит на эту песню. После того, как я ее исполнил на песне «Года», мне открыли «Зеленую улицу», и я смог выходить на сцену уже в качестве автора-исполнителя, как бы под «Чистые пруды». Исполнять свои собственные песни. И вот возвращаясь вновь к политике, я знаю, что раньше к вам навешивали ярлыки «антисоветчик» и так далее и тому подобное. Чем было вызвано вот ваше такое острое непринятие нашей системы, нашей советской системы, которая ныне уже доказана, что она уже терпит крах? Я думаю, что любой нормальный человек не может относиться индифферентно, в общем, к этой системе, потому что система направлена на уничтожение человека, на, так сказать, деградацию, на дегенерацию. Поэтому только дегенераты могут ее принимать и чувствовать себя в этой системе нормальной, как рыба в воде. А нормальный человек, если он не дегенерат, конечно, он будет протестовать всегда. «А вообще ваше отношение, когда начался в стране Пуч, где вы находились? Что вы делали в тот момент?» «Мы работали в городе Кирове. Концерты, вот те же самые практические концерты, которые я показываю в Иркуте. Ну, в общем, конечно, опасность была. И потом мы не знали, чем дело кончится. И нам 20-го числа сказали из Ленинграда, мы связь с держали с Ленинградом, что, наверное, так сказать, Белый дом обречен, потому что очень большие силы там задействованы, что два Боинга приземлились с ВВС, и что вертолеты готовятся к штурму, и что Альфа на готове КГБ и так дальше, и что, в общем, ситуация безнадежная, мне так сообщили. Вот. Мы посовещались с Геной, с музыкальным руководителем, вот с Леной, с моим другом, артисткой нашей, решили, что ничего не будем менять. У меня была мысль там вместо КПСС спеть там, типа, ку-ку-ку, что-то ку-ку-реку. Вот. Я думаю, все все поймут такой изобовским языком. Ну, вот Лена, в частности, сказала, что не имеет смысла этого делать. Вот. И мы ничего практически не меняли, и работали по полной программе. ОМОНовцы кировские пришли к цирку, где мы выступали, и сказали, что если КГБ придет меня арестовать, то они будут меня защищать. Это было 20-го числа. До Варкуты дошли такие слухи, что после того, как закончился путь, вы объявили голодовку. Это правда? И если да, то какова ее была цель? Ну, я объявил голодовку спонтанно. Я не знал, как это делается, что это надо подавать какое-то заявление, там, писать в парламент и так дальше. Я просто приехал на Красную площадь утром, сел у мавзолея и пел свои политические песни. Меня милиция прогоняла оттуда, но прогнать до конца не смогла. Единственное, что они мне запретили петь. Я сидел у мавзолея, вокруг меня собралась большая толпа. Спрашивали, почему я сижу. Я сказал, что я не буду есть до тех пор, пока Ленина не вынесут из мавзолея. Присидел я там часов в пять до вечера. Затем пришла, итальянское телевидение снимал. Наш телевидение не было, ни ТСН, никто не приехал. Затем пришла Демроссия, представители Демроссии. И сказали мне, что если стемнеет, я с площади не уйду, то возможно провокации. Что коммунист этим воспользуется. Те же путчисты, которые затаились. И используют этот момент для того, чтобы спровоцировать бойню очередную, только уже на Красной площади. И тогда уже, говорят, обвинят вас в том, что вы спровоцировали эту бойню. В общем, достаточно, так сказать, убедительно это все звучало. И я покинул пост мавзолея. И меня привезли в Моссовет. Я там попел ребятам, которые были у Моссовета, отряды. Которые были у Белого дома 19, 20, 21. А затем я еще пел на баррикадах, которые еще не растащили в то время ночами. Вот так закончилась моя голодовка. Скажите, а вы считаете, что если КПСС уйдет от власти, то у нас все в стране сразу станет хорошо? Да не в этом дело. Не в этом дело, что КПСС. Но КПСС уже ушло от власти. Дело в том, что сам орган КПСС, он не имеет власти. Но те люди, которые исповедуют эту веру, которые, в общем, фанаты этой системы, этой ленинской системы, они могут называться как угодно сейчас. ДПКР, вот я в песне пою старый. Волк КПСС в овечью шкуру в лес, чтобы вписаться в поворот, подсуетился. Поменяв СС на Р, овца ДПКР, волчьей пастью попытается вцепиться в трон. Они будут называться как угодно, ведь в горосполкомах работают все те же обкомовские работники. Возьмите любые данные, так сказать, статистические по обкому горосполкомам. Все представители горосполкомов это бывшие первые секретари обкомов или райкомов, а, так сказать, их заместители это бывшие вторые секретари. Бывшие вторые секретари стали заместителями представителей горосполкомов. Работники по культуре горосполкомов это бывшие идеологи обкомов также. В общем, ничего не поменялось. Они поменялись местами, а суть-то осталась та же. Поэтому надо уничтожать корень, а пока корень не уничтожен, ничего не изменится. Вот если уничтожить корень и изменить кардинально систему образования в школе, в вузах, даже в тех же детских садах, и всему миру и народу рассказать, что такое Ленин, что такое Октябрьская революция, почему это произошло, к чему это было все сделано, какую цель преследовали те, кто ее делал. Вот тогда, возможно, начнут люди что-то понимать, те, которые жили при этой системе, и те, кто сейчас не понимают, многие еще не понимают. А новые поколения, которые будут нарождаться, они уже будут очищенными от этой всей грязи, от этого груза, и у них уже будут светлые головы, и восприятие мира совершенно другое. Вот тогда и, наверное, начнется возрождение. Ну а кто больше, Тальков, певец или борец за какие-то права? Я очень люблю петь. Я без сцены, без пения вообще жить не могу. Что касается борца, как сказал наш великий Пушкин, поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Вот это гражданское во мне, я очень рад, что это во мне живет. Это не пафос, это не конъюнктура, но любому человеку, который приходит на мои концерты, ясно, что это не конъюнктура. Поэтому я рад, что меня волнует, в общем, судьба своей Родины, что я не индифферентен, я очень этим горд, в общем. Вот. Ну а петь я очень люблю петь, люблю, люблю я любви петь, и просто какие-то дансинговые песни, та же звезда, она же не политическая. Мне нравится петь звезду, как положено. Ну и немножко пару слов для наших абонентов в сети нашего кабельного телевидения. Немножко какой-нибудь лирики. Какой-нибудь лирики. Как, в общем, Оркута? Я уже сказал о публике. Что касается города, я его практически не видел, но то, что я видел из окна гостиницы, меня не обрадовало. Вот. Да у нас, в общем-то, все в этой стране города похожи. Выделяются там несколько городов, там прибалтийские города, Киев, там Петербург. Выделяются. А такие, как Саратов, Брянск, там, я не знаю, Воронеж, Воркута, они все похожи. Они все строятся по одним проектам, и дома по одним проектам. Все, в общем, обыденно. Да и в Москве тоже, я считаю, в Москве только то, что в пределах Кольца находится. А то, что вне ее пределах, там, текстильщики, кузьминки, все же это не Москва, а то это та же самая Воркута. И вот глаз не радуется. Ну, я думаю, что со временем появятся у нас талантливые архитекторы, которые будут, так сказать, строить какие-то дома интересные, которые будут радовать глаз, и в которых жить будет уютно людям. Спасибо. Спасибо. Спасибо.